Всем привет! Спасибо, что открыли это видео. Сегодня мы с вами поговорим о моих последних покупках. Я знаю, что я достаточно надолго пропала. Были на то причины, но смотрите, сколько у меня посылок. Сейчас мы их распакуем вместе со мной. Хочу открыть вот эту вот большую. Мне интересно, что здесь. Так, скорее всего, это даже, знаете, не с Алиэкспресс, а с Шиин, насколько я понимаю. У меня с Шиин только одна здесь посылка. Да, это Шиин. Я заказывала стаканчики для работы. Смотрите, здесь две такие коробочки. Упакованы вроде неплохо. Посмотрим, что внутри. Я заказала вот такое вот розовое сердечко. Девчонки, я найду ссылку, думаю, что и на Алиэкспресс на эту прелесть. Это для замешивания краски, но я думаю, что для хранения бусинок, для хранения различной бижутерии, маленьких сережек. Будет тоже прелесть. У меня в работе все в розовом цвете. И вот это просто красота. Как же я ждала эту покупочку. Это все стекло. И давайте вторую тоже откроем. Да, я работаю бровистом. И я заказала вот такой вот стаканчик для бровиста, но в розовом цвете. Я вам тоже сниму его поближе. Качество очень хорошее, цена очень приятная была. У меня мои стаканчики разбились, поэтому я решила два заказать. И странно, что началось видео именно с покупок Шиин. Дальше давайте откроем что-нибудь маленькое. Может, это будет какая-нибудь бижутерия. И, кстати, да, пока я не забыла, потому что я знаю, что я могу забыть. Вот эти вот сережки, что сейчас на мне, я вам забыла их в прошлом своем видео показать. Это тоже сережки с Алиэкспресс. Они очень такие интересные. На них, кстати, какая-то даже надпись есть. Какая-то фирма. Не знаю, что это. Я думаю, что это реплика на что-то. Золотые, по-моему, там еще были серебряные. Я их обычно ношу либо под распущенные волосы, либо под заколотые. Качество очень хорошее. У меня на эти сережки очень часто делаются комплименты. Потому что, видите, они такие вот на каждый день, но при этом достаточно нарядные. Советую вам присмотреться. И вообще, если хотите именно посмотреть видео про бижутерию, моя прошлая распаковка, оставлю вам ссылочку здесь и ссылочку под видео. Там было очень много красивой бижутерии на каждый день. А здесь у меня, к сожалению, не бижутерия. Я заказывала клей. Мне не ожидалось, что он такой будет малепущенький. Клей для ресниц. Он достаточно жидкий. Я его буду пробовать. Но она вообще маленькая. Ну, капец. Я что-то такого не ожидала. Цена, конечно, тоже была очень бюджетная. Но это что-то как-то несерьезно. Буду пробовать, буду рассказывать вам в будущих видео. Либо буду рассказывать вам в моем инстаграме. Кстати, этот макияж я делала в стори в своем инстаграме. Если кому-то интересно, какие продукты я использовала. В общем, так. Пока что-то не очень интересно. Давайте опять вот это вот побольше откроем. Не знаю, что здесь. Так, здесь у меня вот такой вот набор. Они еще, смотрите, каждый в своей отдельной упаковочке. Что очень удобно. Удобно где-то будет брать с собой. Я очень люблю вот это вот. Это как бы для умывания такие мочалочки. Но я очень люблю именно снимать ими маски. Бывает маски как-то тяжело снимается. Они периодически рвутся. Оно хватает надолго. За эту стоимость тоже приятно. В наборе 5 штучек. Желтого цвета я выбрала. Там были, по-моему, разные цвета. Если вы не пользуетесь такими вещами, я вам советую попробовать. Потому что, ну, я раньше смывала обычным полотенцем. Это не очень удобно. Полотенце приходилось достаточно часто стирать. Так, это цепь. Я сейчас купила себе черный жакет в Пуленбир. И мне кажется, под черный жакет, я надеюсь, что она... А, здесь их две. Смотрите-ка. Ой, это раздельно смотрится. В общем, одна вот такая золотого цвета. Сердечки сейчас очень в моде. А вторая вот такая чуть покороче. Короче, очень прикольно, что их можно носить отдельно. Слушайте, я прям очень довольна. Я думала, это будет одна подвеска. Это две подвесочки. Я их вам тоже поближе сниму. Одна на более тонкой цепи, другая на более толстенькой. Можно так носить, можно так носить, можно вместе носить. И можно еще будет с чокерами носить. Ой, как я, девчонки, довольна. Красота. Здесь вот такая вот длина у этой. А эта еще более короткая. Класс, класс, класс. Очень ждала эту подвеску. Смотрите, кстати. Берем мою шкатулочку розовую. Берем мое сердечко. Кстати, для цепочек будет очень удобно, чтобы они не путались. Опа, потому что обычно цепи хранить прям очень сложно. Слушайте, прям находка. Этот набор будет храниться здесь. Хочу вот это взять. Здесь что-то побольше. Очень ждала его. Чехол на мой айфон. Карл Лагерфельд. Ну, покупать чехол оригинальной смысла вообще не вижу. Этот будет круто смотреться. Мне что-то вообще поперло на черный цвет. Я сейчас, кстати, вот купила черный жакет, заказала черные кроссовки, черные кожаные штаны. И у меня будет еще черный чехол, черная сумка вообще. Выполнен классно, качественно. Но он был не сильно бюджетный. Но все равно, учитывая, что это реплика на оригинал, он мягенький. Здесь вот эко-кожа мягенькая. И все, слушайте, даже заклеено, хорошо выполнено. Ой, завтра уже все. Я его надзену и пойду с ним обязательно. Я капец довольна. Так, дальше. Что тут у нас еще? Что-то небольшое. Девчонки, я еще покажу покупки, если успею. То, что до этого заказывала на Алиэкспресс. Потому что, ну, не все. Я как-то не смогла выдержать все покупки, не распаковывать. Сережки. Ой, я тоже их дождала. Это сережки с сердечками. Сейчас это все модно. Я взяла, там, по-моему, были и чисто золотые вот такие вот, если я не ошибаюсь. Но я взяла эти, потому что здесь идет разный металл. Очень удобно составлять какие-то комплекты. Так расстегивается. Я думаю, что это будет очень круто выглядеть. Я думаю, что мне на эти сережки будут все спрашивать, где ты их взяла. Меня часто спрашивают про бижутерию. Прям чувствуется, что надежно. Как вам? Ну, посижу так, чтобы вы видели разницу между сережками. Красивые. И, кстати, здесь позолота не очень желтая. У меня, допустим, вот как сейчас, маникюр вот такой вот с серебром. А вся бижутерия у меня золотая. Там часы у меня обычно почти все позолоченные. Я очень люблю часы. Вот это вот прям в тему где-то вот что-то разбавит. Поэтому вот мой выбор полный них. То, что я вам часто показываю в своих покупках. Не отгадала. Это кисти. Здесь две штуки. Наверное, я две и заказывала. Я часто эти кисти заказываю, девчонки, так как я бровист. Ими очень удобно выкладывать краску. Я вам тоже их от всей души советую. Очень быстро. У меня всегда клиент удивляется. Я иногда брови даже делаю там за 15 минут буквально. И они всегда вау так быстро. А просто за счет вот того, что кисточка эта, она тоненькая, хорошо набита. И делает идеальную ровную линию для выкладки краски. Даже для себя можете попробовать. И я люблю такими большими кистями прокрашивать именно тени для бровей. То есть быстро-быстро заполняется. Но это надо, чтобы уже рука была хорошо набита. У меня здесь две штучки. Мне очень нужны они в работу. Я все время покупаю. Потому что, когда работаешь с краской, они часто выходят из строя достаточно быстро. Так, здесь что-то тяжелое. И если это оно, то я очень рада. Да, наконец-то мне пришел шнур. Он как-то очень долго шел. Прошлый мой заломался. Я вам часто показываю, что я заказываю шнуры для зарядки айфона. Мне нравятся вот эти длинные, которые идут на 2 метра. В этот раз я взяла серый. Мне вообще цвет каждый раз все равно. Хватает их года на 2 обычно. Но очень удобно, знаете, что ты поставил телефон, да, шнур длинный. Ты можешь что-то делать. Допустим, бывает, нужно что-то снимать, и телефон разрядился. Нужно что-то делать. И неудобно на коротком шнуре сидеть возле розетки. Поэтому вот эти шнуры, моя любовная любовь. Я их покупала, покупаю и думаю, что буду покупать. Так, дальше я покажу вам то, что я купила ранее. Первую очередь хочу вам показать. Это у меня уже на баночке Stilauder W. Вот такая вот насадка. Потому что мне надоело доставать все время то кисточкой, то шпателем. Я заказала сейчас одну, потому что это моя личная Stilauder W. И в работу надо еще одну заказать. Я заказала сначала на пробу, самую вообще бюджетную. Здесь получается такая крышечка и закрутка. Капец, как удобно. Как же я устала его все время выколупывать. В оригинальном магазине они продаются отдельно, но они, зараза, дорого стоят. Вот это намного удобнее, если у вас тоже есть такая проблема. В общем, мне надо еще одну в работу заказать. Я не понимаю, почему такой классный, дорогой тональный крем не с нормальной помпой. Нормальную помпу все время надо покупать отдельно. Ну, как бы для этого у нас есть благо Алиэкспресс. Спасибо им за это. Если говорить еще про бижутерию, я заказала набор капов. Я не скажу, что сильно его советую, с одной стороны, потому что здесь очень много бесполезных. Я вам потом сниму поближе. Вот те, которые идут как проволочка, они не сидят на ухе, либо форма уха у меня такая. Но набор был весьма недорогой. Здесь все равно есть капы, которые я ношу. Допустим, их тут вот два вида. И за эти деньги все равно можно взять и носить то, что вам подходит. Потому что подходит не все. Я, допустим, очень-очень люблю вот такие вот. Вот просто надеваешь. У меня вот здесь вот это ухо почему-то не заживает. Я очень люблю пирсинг, но, к сожалению, пирсинг здесь у меня никак. Вот, выглядит красиво. Иногда под какой-то образ прикольно добавить, согласитесь. Оно как-то добавляет живизны образу. И здесь вот две вот таких вот как бы простых пластины и две еще таких узорчатых. Не знаю, наверное, это разочарование или хорошая покупка. Я заказала себе заколку. Конечно, продавец мне вернул деньги, потому что она сломалась в пути. Заколка-то хорошая. Она меховая. Было бы прикольно, да? Вот такой вот крабик сейчас зимой. Вот под вот этот мой гольфик. Кстати, этот, эта водолазка тоже у меня с Алиэкспресс. Если еще ссылка актуальна, тоже внизу оставлю на нее ссылочку под видео. Потому что я его обожаю вообще. Я его уже, кстати, много лет таскаю. Очень хорошо носится. Катышек почти нету. Советую. Он очень бюджетный был. И вот эта заколка была бы под этот гольфик. Очень красиво. Вот так вот крабик зимой, да? У меня еще где-то сережки такие были. Я вам как-то показывала меховые. Ну, в общем, прикольно, стильно было бы. Но она сломалась. Но оставлю вам ссылочку, потому что продавец добросовестно, вообще без проблем мне вернул деньги. А заколка выглядит, ну, вот таким вот образом. Покажу еще стельки. Вот такие вот ортопедические. Я заказывала, по-моему, это 39 размер, если я не ошибаюсь. Они очень мягенькие и очень тоненькие. Если, смотрите, я, допустим, хотела купить на обувь, которая мне великовата, я хотела, чтобы она была бы потолще. Потому что сама стелька по себе, ну, достаточно тоненькая. Но если у вас обувь, вам чисто размер в размер, и вы хотите, чтобы просто вот было чуть-чуть помягче, потому что здесь вот под пальчики такая мягкая штучка, под пяточки. Можно присмотреться. Очень бюджетно было. Вообще очень бюджетно. Пришли достаточно быстро. И, ну, намного в них удобнее. И вот под какую-то обувь я люблю такие стелечки. Очень удобно стало ходить, и нога не так скользит, не так выпадает, и, ну, становишься, как будто, знаете, на облачко, как вот ты в кроссовках. Хорошая штука. Я уже и сколько ношу, они как-то даже и не замарались. Еще хочу вам показать вот эту штуку. Это, ну, вот такой вот органайзер. Он у меня для материала, для работы. Видите, весь-весь запихан. Этот органайзер идет из пластика. И я хоть и видела у нас такие в магазинах, но в магазине он стоит дороже. Он пришел очень хорошо упакованный и в пупырку, и внутри было все вложено, нигде ничего не побилось. И за эту цену, ну, он круто выглядит, он очень вместительный и симпатичный, потому что до этого у меня все стояло вообще абы как, вот это все бровное. А сейчас хотя бы вот красивенько так вот поставила. Здесь вот такие золотые ручки. По-моему, там еще были разных цветов и разных размеров. Я укажу, какой размер я заказала. Органайзеры я очень люблю, и я их вам тоже часто показываю, потому что это очень нужная вещь в работе. Еще то, что ношу очень часто, поэтому они уже подскатались. Ну, как пришли, я сразу их стала носить. Это вот такие вот гольфы. Они выше колена. У меня пальто до колена, и я ношу вот сейчас в холод вот такие вот гольфики. Либо, знаете, ну, я ношу под низ, поэтому они подскатались. Можно носить наверх как украшение какое-то. У меня ноги достаточно тонкие, и на мой рост 176 сантиметров они мне выше колена, что хорошо. Потому что многие гольфы ниже. Я вот сколько хожу у нас в магазинах, спрашиваю, скажите, гольфы какие-нибудь, что были выше колена, все говорят, нету, 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 нету. Ну, на ваш рост особенно. А здесь я нашла и достаточно бюджетно, красивый цвет, тоже под мой этот гольф хорошо подходит. Они неплохо носятся, ну, тут столько стирок они уже пережили. Я думаю, что я могла бы советовать. Несмотря на то, что они вот подскатались, я довольна ими очень. И еще, смотрите-ка, покажу вам в конце шапку. Шапку заказала вот такую вот пушистенькую. И там идет три цвета. Там еще есть такого цвета Camel, даже более коричнево-верблюжий цвет. И есть еще белая. Я взяла черную. Черная выглядит вот таким вот образом. Я думаю, что я вам сразу ей покажу, как она выглядит. Она достаточно такая широкенькая, такой пушистик. Тут уже как наденете, можно больше, меньше, как бы, чтобы вот эта штука торчала, опустить. Но выглядит очень прикольненько. Я ей довольна. Она достаточно теплая, она приятная, она волосы не пережимает. То есть, если вот у вас бывает маленький объем на голове, как у меня, я снимаю эту шапку и на голове, ну, не приплюснутая, и все. Единственное, сейчас бы я заказывала не черную, я бы, наверное, заказала вот эту вот коричневую как-то вот. Потому что мне все, пальто черное, я вся черная и шапка черная. Все равно выглядит она очень прикольно, я очень довольна. И она, кстати, сейчас я проверяла на очень хорошей цене, там вообще такая скидка классная. За эти деньги она вообще шикарная, потому что, ну, шапку с Алика на самом деле сложновато заказать. Они часто приходят очень сильно маленькими и перетягивают голову. Так что, девчонки, очень надеюсь, что моя распаковка была для вас полезна. Вы по мне соскучились, поэтому отблагодарите меня лайками. Пишите в комментариях, какие покупки вам интереснее всего, что вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. И увидимся в моих новых видео. Всем до скорой встречи, всем пока!